МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях этого дня вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Не выходите на улицу, если старше 65-ти. В Рязани продлили режим самоизоляции. 10 тысяч кубометров снега, как убирают город и ночью, и днем. Штраф за работу после 23.00. Прошел рейд по барам, которые нарушают запреты. 11 аварий и одна со смертельным исходом. Подведем итоги ДТП за прошедшую пятницу и выходные дни. Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями до 1 февраля. Еще на две недели запрещено работать ночью предприятием общепита. В ситуационном центре по борьбе с коронавирусом звучали и другие цифры. С эпидемической точки зрения новогодние праздники не стали для Рязани чем-то экстраординарным. Резкого скачка заболевших в регионе не случилось, как, впрочем, и массового выздоровления тоже. Своеобразное новогоднее плато еще не повод расслабляться, говорил губернатор. Опасность распространения коронавируса по-прежнему высока. Количество заболевших пока не снижается. Сейчас у нас в сутки регистрируется ежедневно по 125-135 человек, а иногда и больше. Тем не менее, показатель заболеваемости у нас ниже, чем в среднем по России. В больницах на лечении с коронавирусом и пневмонией находится пока еще достаточно много людей. Есть пациенты в тяжелом состоянии. К сожалению, есть и умершие. За прошлый год с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались около 200 человек. Минимизировать возможные потери обязан региональный Минздрав. И здесь вроде как всего хватает. Организованность и эффективность должны стать столпами дальнейшей борьбы с пандемией. Резерва с коечным фондом это тоже касается. В настоящий момент фонд составляет 1820 коридоров. 21 медицинская организация. И на сегодняшний день загружность с коечным фонда составляет 79%, что соответствует рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации. Лабораторно подтвержденные коронавирусные инфекции 510 из них 6 детей. В среднем 35% коечного фонда занимают пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом. Особое внимание горячей линии. Задача для поликлиник сократить очереди, для коммунальщиков убрать налить со ступенек медучреждений. Да и вообще, по словам Любимова, надо стать более чуткими к нуждам врачей. Нужно ли горячее питание врачам? Главврач часто просто отвечает, нет, нам ничего не нужно, мы сами справляемся. Хотя, на самом деле, если с врачом поговорить конкретно, то врач... Ну, многие говорят все-таки, да, мы бы не отказались от горячего питания. Поэтому, ну, не знаю, давайте, может быть, анкетирование анонимное какое-то среди врачей проведем. Отслеживать все сообщения, конечно, надо по этому наличию очередей, если они есть, по недоставке лекарств, по отсутствию реакции на вызов врача. То есть, это все надо отслеживать и прямо точечно исправлять. Исправлять точечно нужно уже сейчас впереди всеобщая вакцинация. Убедить в ее полезности на ближайшие несколько месяцев станет для ситуационного центра и всех, кто противостоит пандемии, задачей номер один. Максим Васильев, телекомпания «Город». Запрет на работу кафе и баров после 23.00 все еще действует, однако многие заведения продолжают его игнорировать. В минувшую пятницу в Рязани прошел лейд по барам, нарушающим антиковидные запреты. На часах 23.45, а бар на улице Петрова продолжает работать. Кто-то распивает напитки, кто-то курит кальян. Антиковидный запрет снова нарушен. В зале на вечеринке около 70 человек. Массово были нарушены требования масочного режима. Посетители находились в тесноте, безопасная социальная дистанция не соблюдалась. При проверке документов среди гостей заведения были выявлены двое несовершеннолетних. На родителей подростков сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних составили два протокола по статье 5.35 КОАП РФ – неисполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка и контролю за его поведением. Также полицейские выявили нарушение в торговле алкогольной продукции. Спиртное продавали после 23.00. Более 17 литров алкогольных напитков изъято для проведения экспертизы. В отношении администрации развлекательного заведения собран материал для возбуждения административного расследования по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по которой предусмотрено наказание в виде наложения штрафа на юридических лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Полицейские продолжат рейдовые и проверочные мероприятия по барам и кафе. И те, кто не будет соблюдать антиковидный запрет, ждут новые штрафы. Олеся Котровская, телекомпания «Город». 11 аварий зарегистрировано на дорогах города и области. В результате ДТП 15 человек получили травмы и один погиб. Всего в регионе зарегистрировано почти 6 тысяч нарушений правил дорожного движения. Смертельная авария произошла в Рязанской области в пятницу 15 января. В селе Дубровиче столкнулся грузовой военный КАМАЗ и легковой автомобиль. Никто из военных не пострадал, сообщили ТАСС со ссылкой на данные командования Рязанского гарнизона. Погибший находился в легковушке. Командоване рассказали, что этот автомобиль выехал на встречную полосу. По факту ДТП военными совместно с правоохранительными органами проводится проверка. 16 января примерно в 13.35 в Рязани на 181 км автодороги М5 Урал 24-летний рязанец, управляя автомобилем «Газель», по предварительной информации совершил наезд на остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль ВАЗ-2109. После удара автомобиль ВАЗ-2109 по инерции продолжил движение и совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 64-летнюю Рязанку. В результате происшествия пешеход и 37-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2109 получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь. В ночь 17 января на Ряжском шоссе водитель Форда не справился с управлением своего авто и столкнулся с «Газелью». Но оказалось, что виновник аварии был не совсем трезв. Прибывшие на место происшествия сотрудники госавтоинспекции обнаружили, что у водителя автомобиля Форд имеются признаки алкогольного опьянения. В связи с этим ему было предложено пройти освидетельствование о состоянии опьянения, результат которого показал 0,948 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель автомобиля Форд от результатов освидетельствования отказался, в связи с чем ему было предложено пройти уже медицинское освидетельствование о состоянии опьянения. От этого мужчина в присутствии принятых отказался. Теперь водителю Форда грозит лишение прав на срок до двух лет и административный штраф 30 тысяч рублей. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани убили главного редактора регионального новостного портала Жанну Шеплякову. Согласно информации от Следственного комитета, тело журналистки было обнаружено на улице Гоголя в одном из домов. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство. Специалисты рассказали, что мотивом для совершения преступления стала семейная ссора. По подозрению в совершении убийства женщины задержан ее супруг, 37-летний житель Тверской области. После случившегося мужчина забрал двоих совместных детей и уехал в Тверскую область. В настоящий момент он арестован на два месяца на период расследования. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено, и он задержан. В ближайшее время в отношении него следствием будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательств и уточнение всех деталей совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Уборка города круглые сутки. Коммунальщики отчитались об уборке Рязани от осадков. За два дня с улиц вывезли больше 10 тысяч кубометров снега. Работают службы и днем, и ночью. Мониторить погоду по областным федеральным сайтам здесь больше не актуально. Теперь по городу установлены видеокамеры, где видно любую дорогу. Народный бульвар, вокзальная, Ленина. Диспетчер наблюдает за ситуацией регулярно. Если выпадают осадки, то на смену выходят автомобили для очистки дорог. У нас холосуточное дежурство. В среднем порядка где-то 24-27 единиц в постоянном дежурстве. Значит, в случае выпадения осадков они выезжают. Сначала город обрабатывается песко-соляной смесью или реагентом. Потом происходит у нас выдержка, так сказать, и машины выходят на подметание. Смена водителя составляет 12 часов с 7 утра до 7 вечера. И наоборот. Так работают неделю, потом меняются. За каждым закреплен свой автомобиль, в котором водители, как водится, души не чают. Эта машина уже новая. Зимой она разбрасывает песко-соляную смесь или реагент и подметает улицы. А летом часть оборудования убирают и КАМАЗ превращается в самосвал. Олег Калугин, водитель, рассказал, что обучиться всем тонкостям управления новой техники несложно. Вот эти кнопки уже здесь работают. Сначала сейчас насос включаю, а потом уже пошло все вот это дело. Для чего эти кнопки? Эти кнопки поднимать плуг, щетку и песко-разграсыватель. Плавучий режим. Здесь плавучий режим на щетке и на плугу. Что значит плавучий режим? Это когда ты ездишь по неровности, чтобы плуг не сломать, он плавает. Все эти ямки выпребают. Олег Калугин вместе с другими водителями за два дня вывез с городских улиц около 10 тысяч кубометров снега. Всего на улицах города работало больше 100 единиц техники. Мы стараемся убрать все. Акцент делается на дороге с маршрутами движения общественного транспорта, чтобы с утра жители проснулись и попали на работу. В дни снегопада дирекция благоустройства города работала в усиленном режиме. Была задействована вся техника предприятия и дополнительные бригады. Особое внимание уделяли обращениям граждан, которые поступали на дежурные телефоны. Однако не по всем дорогам проехала техника дирекции благоустройства города. Часть территории находится в ведомстве у подрядной организации. В настоящее время по поручению заместителя главы администрации города эти участки проверят. Если будут выявлены существенные недостатки, то подрядчик оплату не получит. Валерий Седов, Анна Герцовская, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. На сегодня в России зафиксировано примерно 3,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Выздоровели около 2,9 миллиона человек. Но восстановились ли они полностью? Врач-пульмонолог Антон Шаханов рассказал, какие методики стоит применять, чтобы самочувствие после COVID-19 значительно улучшилось. Повреждения дыхательной системы из-за коронавируса часто не проходят бесследно. Многие пациенты в течение месяца или двух после болезни продолжают испытывать определенные симптомы. Такие, например, как одышка и нехватка воздуха. Сегодня программа реабилитации после COVID-19 проводится по той же схеме, что и после перенесенной пневмонии. Мы прежде всего нашим пациентам рекомендуем определенную дозированную физическую нагрузку, которая способствует укреплению мышц дыхательной системы и способствует улучшению вдоха у этих пациентов. Среди таких мероприятий у пациентов, которые уже выздоровели, мы можем рекомендовать им легкую ходьбу, скандинавскую ходьбу, дозированные физические упражнения в спортивных залах под контролем врача, инструктора. Можем рекомендовать занятия в бассейне. Особенно хорошо помогает лечебная физкультура. Восстановительные мероприятия для легких начинаются еще в больнице. Впрочем, врач может назначить делать специальную дыхательную гимнастику и дома. Среди упражнений, которых можно рекомендовать практически всем пациентам, мы можем отметить диафрагмальное глубокое дыхание, когда мы просим пациента усиленно тренировать вдох для развития мышц диафрагмы и мышц грудной стенки, потому что, прежде всего, после коронавирусной пневмонии страдает именно функция вдоха. Кроме этого, мы просим наших пациентов выполнять дыхание с усилием на выдохе. То есть, например, выполнение выдохов через сомкнутые неплотно губы. То есть, примерно вот так вот. При этом выдох должен быть длительным, создавая определенные усилия на выдохе. Требуется определенные усилия и время, чтобы жизнь вернулась в обычные русла, а общее самочувствие стабилизировалось. Нередко люди сами придумывают себе способы восстановления, но не всегда они действительно помогают реабилитации. Скорее, наоборот. Вот очень часто действительно нашим больным рекомендуют надувать шарики. Это та методика, которую ни в коем случае больным выполнять не рекомендуется. В особенности после перенесенной коронавирусной пневмонии. Потому что надувание шариков создает избыточное давление в дыхательных путях и может способствовать углублению пораженного процесса. Что касается восстановления обоняния после ковида, то здесь у большинства людей оно возвращается в течение нескольких недель. Однако, насколько длительным может быть этот постковидный симптом, не знает никто. Есть сведения, что некоторые противовоспалительные препараты, снимающие отеку воспаления в дыхательных путях, могут ускорить восстановление обоняния. Однако, их может назначить только врач. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова